Получили лицензии. Первые 10 управляющих компаний региона теперь могут легально руководить многоквартирными домами. Официальные разрешения директорам УК вручили в Государственной жилищной инспекции Саратовской области. Всего за данными документами обратились 184 управляющие организации. Подробнее в сюжете Анастасии Куклевой. Вам успехов, удачи и держать так маркум. Спасибо. Официальное разрешение на управление многоквартирными домами Борис Никитин получает одним из первых. О том, что группа компаний «Фридом» добросовестно справляется со своими обязанностями, директор доказал еще зимой. Уборка наледей и снега во дворах относящихся к УК проводилась сотрудниками своевременно. И нареканий к деятельности компании ни со стороны жителей, ни со стороны госжилинспекции не было. Борис Никитин признается, на качестве работы предприятия лицензирование никак не скажется. У нас цели и так достаточно высокие стоят. Я считаю, что мы им соответствуем. Поэтому в нашей работе я не думаю, что что-то изменится. Просто появится документ, необходимый для продолжения работы после 1 мая 2015 года. Чтобы получить разрешение на осуществление деятельности, руководители управляющих компаний сдавали экзамен. В процессе тестирования соискателям необходимо было ответить на 86 вопросов из 100 в области жилищного и трудового законодательства, а также норм САНПИН. Без лицензии работать управляющие компании не смогут уже с 1 мая текущего года. Все это не один год анализировалось и было принято решение о создании такого механизма лицензирования. Чтобы непосредственно органы власти могли напрямую влиять на те компании, которые у нас работают на сегодняшний день на рынке. Для этого необходимо пройти путь лицензирования управляющих компаний и впоследствии есть рычаг, если они будут, имея лицензию, некачественно обслуживать дома, лишать лицензии. Теперь контролировать деятельность управляющих компаний будет государственная жилищная инспекция. Официальное разрешение выдается не навсегда. К примеру, если управляющая компания получит два административных взыскания по одному дому, то она лишится права управлять им. Если таких домов наберется более 15%, то управляющая компания лишится лицензии, а ее директор права возглавлять подобную компанию.